Сергей Кивалов прокомментировал решение Одесской городской избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидатов, выдвинутых Украинской морской партией. Труханов боится проиграть. Он знает цифры реальных, а не написанных на думской соцопросов и понимает, что рейтинг его «Доверяя делам» летит к черту. Только этим объясняется принятая ночью решение Одесской городской избирательной комиссии об отказе регистрировать кандидатов Украинской морской партии. В заявлении Украинской морской партии говорится о том, что кандидаты этой политсилы подали документы еще 23 сентября. Рассматривать их начали в самый последний момент – 28 сентября в 22.32, то есть когда уже истекали пятые сутки, предусмотренные законодательством. Для сравнения, партия Одесского городского головы «Доверяя делам» подала документы 20 сентября, а уже 21 сентября они были рассмотрены. 27 сентября Украинская морская партия получила уведомление от горы Сберкома, но в нем они сообщали о неточностях и технических ошибках в автобиографических данных пяти кандидатов. Никаких сведений о нарушении гендерной квоты комиссия не заметила, а 28 сентября, когда в комиссию были направлены заявления двух членов Украинской морской партии об отзыве их документов, что позволило бы соблюсти гендерную квоту, комиссия эти заявления не рассмотрела. Активисты Украинской морской партии видят в действиях Одесской городской избирательной комиссии предубежденность заангажированности политическую зависимость от партии Одесского городского головы, а также не исключают коррупционную составляющую. Одесский горы Сберком так откровенно работает на Труханова, что зарегистрировал кандидатами в городские головы даже четырех клонов Филимонова, кандидатов от З-команды, двух Зеленских и так далее. А вот клона Геннадия Труханова регистрировать отказались. Все эти факты будут изложены в заявлениях Украинской морской партии, направленных в суд, Центральную избирательную комиссию и в правоохранительные органы, Национальную полицию Украины, Генеральную прокуратуру Украины, СБУ и Государственное бюро расследований. Кроме того, мы обратились в ЦИК с заявлением о необходимости срочной замены председателя и секретаря Одесской городской территориальной избирательной комиссии, а также направили заявление в СБУ относительно деятельности должностных лиц Одесской территориальной избирательной комиссии, одна из которых приехала в Одессу на заработки из Киева, а вторая возглавляет коммунальное учреждение города и подчиняется непосредственно мэру Труханову.